Рассмотрим многочлен 1 плюс x квадрат минус x куб в тысячной степени и 1 минус x квадрат плюс x куб в тысячной степени. Когда мы здесь раскроем эти скобки, понятно, что получится коэффициент 1000 перед x квадрат, потом еще какие-то коэффициенты. Где-то там будет x в степени 3000, здесь то же самое, минус 1000 x квадрат, тоже где-то будет x в степени 3000. А давайте посмотрим на коэффициент при x в 20 степени. Вопрос. Какой будет больше? В том многочлене или в этом? Ответ. А давайте для упрощения дальнейших рассуждений делаем так. Вместо x напишем минус x. Тогда вот это превратится в единицу плюс x квадрат плюс x куб в тысячной степени. А здесь мы получим единица минус x квадрат минус x. Заметьте, пожалуйста, коэффициент при x в 20 при этом не изменился. Потому что 20 число четное и при замене x на минус x здесь ничего не нельзя идти. И здесь нужно ничего не преодолеть. То есть на самом деле можно забыть про вот эти два многочлена и думать только про эти. Смотрите, ну здесь квадрат, здесь куб, здесь тоже квадрат, здесь куб. В чем разница? То есть где у нас будет больше? Ну, очевидно, будет больше вот здесь. Потому что здесь все идет с плюсом. А здесь некоторые идут с минусом. То есть давайте поймем, какие имена. Вот как можно представить число 20 в виде суммы некоторого количества двоек и троек, и, внимание, чтобы количество слагаемых было нечетное. То есть вот представьте себе, из а скобок вы взяли квадрат, а из б скобок вы взяли куб. Тогда будет так. 2а плюс 3б это будет 20. И чтобы было с минусом, нужно, чтобы а плюс б это было нечетное число. Давайте подумаем, бывает ли такое. Можно ли представить число 20, нечетное число слагаемых, двойки и тройки? Ну, вообще, как представить 20 через двойки и тройки? Сколько взять троек и сколько взять двоек? Можно 6 штук. 6 штук чего? Тройка. 6 троек, это 18. А двойка, 6 троек. Отлично. Еще. 2 шестерки и 4. И шестерка не бывает? Ой, да. 4 двойки. 4 двойки это 8. Да, и 4 тройки. И 4 тройки. Это не то, потому что здесь четное число слагаемых. Еще. 2 тройки и 7 двойки. 2 тройки и 7 двойки. И 7 двойки. Это разумно. Это правда. Так, здесь количество слагаемых какое? 9. 9 штук. Вы согласны, что 9 нечетное число, да? Здесь вот 8 число четное, 7 число нечетное. То есть, реально с нечетным числом слагаемых, вот они вариантов. Замечательно. Ну, значит, вот этих, здесь вот, бета меньше, чем альфа. Да? А сколько будет альфа минус бета? Чему равно? Как найти разность чисел альфа и бета? Господа, для этого на самом деле надо решить две комбинаторные задачи. Во-первых, надо понять, сколькими способами можно взять из тысячи скобок из некоторых синих двойку, а из некоторых двух тройку. Понятно? И другая задача. Из тысячи скобок взять одну двойку и шесть тройек. Вообще-то для этого в комбинаторике есть специальное обозначение. Что такое из тысячи мест взять семь двоек? Как это обозначается? Число сочетаний из тысячи по семь. Семь мест, семь скобок, из которых берем экспадрат. Понятно, да? Вот. Это я позаботился. Но после того, как вы взяли семь штук, осталось, конечно, уже 993. Поэтому надо еще взять 993 и из них взять две скобки. Вот столько. Поняли? Это вы решили первую задачу. А как решать вторую задачу? Нужно взять в одном месте двойку. Это будет что? Тысяча. Это будет тысяча, конечно. Число сочетаний на тысячи партнам прошло. Умножить на число сочетаний из оставшихся 999 по 6. Замечательно. Вот. Это будет равно альф минус бета? На самом деле, конечно, нет. Потому что, смотрите, если у вас было какое-то слагаемое, а вы его взяли с минусом, насколько уменьшилась сумма? Когда у вас было число и перед ним поменяли знак, то выражение уменьшается на удвоенное это число. Поэтому надо... Ну, давай так я напишу. Вот эта штука, это есть половина разности. Ну, или то же самое, разность, а тут двойная. Понятно? Что? Я думаю, это все нужно будет. Ну, конечно. Да, конечно. Вот, вот, типа, ту штуку, на ту, 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 ту. Вот. Ну, как видите, в общем, на самом деле, и сами значения альфа и бета найти легко. Потому что, собственно говоря, если вы еще вот это, вот это, вот это, вот члены учили бы там, то сумма вот этого, этого и вот этого, это как раз и был бы коэффициент, это был бы слайд.